Жители так называемого студгородка в Валдае с опаской следят за прогнозом погоды. От количества осадков напрямую зависит длина их пути до дома. На самом коротком маршруте есть непреодолимое в дождь препятствие – мост через Архиерейский ручей. На днях его вновь размылок. Приезду нашей съемочной группы обвал попытались замаскировать. Но надолго ли хватит такого ремонта, попытался выяснить Максим Шираковских. По пешеходной дорожке, соединяющей улицу Песчаный и Студенческий городок, несмотря на ее неприглядный вид, ежедневно проходят сотни валдайцев. Это студенты и работники агротехникума, ну и просто жители микрорайона. Есть, конечно, еще один путь, связывающий эти две точки Валдая, но он длиннее и из-за этого не так удобен для пешеходов. Поэтому, когда на прошлой неделе дожди размыли дорогу около моста через Архиерейский ручей, осторожным валдайцам пришлось воспользоваться альтернативным маршрутом и сделать крюк на полкилометра. Сейчас яму уже засыпали, но местные жители уверены, что история повторится с первыми серьезными осадками. Вы видите, что нарушения этой застройки идут. Неправильно сделано строительство, есть песок теперь, нам и дорожку засыпал. Ну вот видите, вчера, наверное, засыпали, потому что днем шла, еще не было засыпано. Сегодня засыпали. Но надолго это, вы сами видите, ремонт. Это ненадолго. Поэтому здесь, конечно, нужен капитальный ремонт. Кстати, ликвидация провала в земле стала неожиданностью не только для местных жителей. В администрации знали о проблеме, но решить ее не могли по закону. Мост не стоит на балансе города или района. Это заделали, так не хочется, конечно, но как по щучьему велению сказать, я не знаю, кто это сделал, потому что точно это делали не мы. Это дело не администрация. Отсыпала вот канаву, которая здесь была еще, буквально позавчера я сюда приезжала, была еще канава. Решение проблемы местные власти видят только в строительстве нового моста. Работы в этом направлении стартовали еще в августе, когда ливни только начали угрожать переправе. Начали работы по поводу подбора, во-первых, посмотреть подрядчикам, что здесь нужно будет делать. Это так и предварительные были. Потом дальше разработка сметной документации. Дальше будет конкурс на того, кто разработает сметную документацию и проект сделает это сооружение. И только после того получения проектной документации, расчетных сметной, мы будем уже объявлять конкурс на строительство вот этого небольшого мостика пешеходного. Единственное, что пока можно сделать для безопасности, это совсем ограничить проход через мост. Но такой вариант не устраивает валдайцев. Попытка уже предпринималась. Переправу закрывали предупреждающей лентой. Ненадолго. Так что теперь мост придется огораживать решеткой. Иначе горожан не остановить. Из Валдая Максим Широковский, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.